ну что погнали смотреть что есть новенького да я вот вижу уже лада него легенда комплектация классика легко определить по стальным дискам штампы значит что это у нас новая обновленная легенда основное изменение это появился светодиодный блок фары вот здесь эти ходовые огни и габариты теперь светодиодные поворотик лампочка оранжевая здесь у нас тоже повторителя оранжевая лампочка и как вы думаете сколько обошлось это нововведение в минимальной комплектации плюс 38 к цене 38 тысяч рублей в люксе и выше комплектациях это 7000 рублей то есть подорожал автомобиль из-за фонариков на всех больше в минимальном исполнении сейчас такую машину можно купить за миллион сто четыре тысячи друзья на что-то совсем сильно подорожала него если раньше мы ее могли купить за 875 все говорили дорого что теперь нет уже миллион дешевле не отдадут что касаемо ларгусов почему упали по ним продажам все очень просто автоваз не поставляет дилерам версии с 16 клапанным двигателем который выдает 106 лошадиных сил все что есть по наличию сейчас это мотор им 90 лошадиных сил 90 16 с 5 ступенчатой механика работает цена 1675 ну и для такого огромного автомобиля конечно же 90 лошадиных сил не так много как хотелось бы 106 друзья мало лучше бы себя поставили 18 122 лошади вариатор и я думаю эта машинка поехала намного веселей а почему нет друзья возможно позже такие модификации появятся и кстати даже еще раньше были 7 местные версии где они теперь не знаю о пачке смотрите как тут странно раскладывается спинка второго ряда сидений рычаг слева нужно потянуть теперь нужно обойти автомобиль потянуть рычаг справа и только тогда мы можем сложить спинку второго ряда что-то опять не продумано и ремень до который постоянно показывает тоже додумался вот так вот натянуть ремень безопасности чики всего багажное отделение друзья на автовазе давайте но нормально сделайте вот здесь же можно поставить стоечку до усилительную и отсюда что примень спускался как в других автомобилях в нормальных значит что лада ларгус с двигателем 90 лошадиных сил в паре с пятиступенчатой механикой мы можем забрать за 1 675 сегодня завтра 1 660 не вытрывал ранее викинг поставлялся время видео без рейлингов это комплектация тоже рейлингов не предусматривает минимальное исполнение classic цена 1 314 автомобили с рейлингами уже начали поступать продажу то есть рейлинги все появились кто ждал рейлинги могут приходить в дилерский цент лада и говорить мы не нужно него travel с рейлингами и вам такую позицию предоставить по деньгам конечно же тоже как бы не сказать что дешево миллион триста четырнадцать это за минимальная версия максимально обойдется это в миллион шестьсот вот так и сейчас друзья реалий что касаемо лады въездом с в либо седан ту автомобиль и завелся новым силовым агрегатом это 1 и 6 106 лошадей который работает с вариатором вариатор тот же самый что и восстанавливается на версию 18 122 кобылы эта версия кстати 122 сильная с вариатором стоит 1 миллион девятьсот девяносто пять тысяч рублей по отношению к этому автомобилю версия со ста шести сильным двигателя на вариаторе будет стоить на 25 тысяч рублей дешевле стоит ли экономить двадцать пять тысяч рублей и не получать сколько нам считаете лошадей 122 отнимайте 106 и вот вам лошади за 25 тысяч рублей плюс здесь у нас динамика разгона намного лучше нежели на вести с мотором 1 6 106 лошадей и конечно же у нас здесь что еще лучше максимальная скорость выше если вариатор со ста шестисильным двигателем заявленная максимальная скорость 160 километров в час то с вариатором двигателем 18 максимальная скорость 180 км в час на 20 километров больше но опять же вы скажете мы же не гонщики мы же не будем гонять мы покупаем машину что перейдись и ездить по городу в таком неспешном режиме на что отвечу а как на трассе например когда хотите кого-то обогнать лишняя динамика здесь уже никогда не помешает цена один девятьсот девяносто пять этом без тсв не кросс исполнения комплектация максимально техно определить очень просто вот здесь вот есть цифровой счеток приборов вот он мультимедийная система и еще появился есть и поможет еще на этой модификации не появился и спину и спи уже начинают загружать молодую месту x-site x cross 7 давайте посмотрим это цена 2 149 реально с учетом передина либо кредита автоваз дает скидочку да а без учета скидки 2 499 это за наличный расчет напомню для тех кто не знает под капотом здесь двигатель 1 и 5 147 лошадиных сил работает в паре с вариатором и привода передний во всех модификациях только передний привод полноприводных семерочек не бывает есть полноприводная семерка китайская но там уже будет установлен робот ну и стоит она будет примерно на 300 тысяч рублей дороже по грантам вот вижу гранту кросс к сожалению цены быть цену уже убрали так как я зашел с камерой чтобы ее не спали не знаю ну сколько стоит грант интересного сколько стоит гранту официального дилера здесь у нас пятиступенчатая механика есть кондиционер есть теплые опции и еще что под капотом давайте заглянем какой двигатель 16106 либо 90 стоит 16106 лошадиных сил работает в паре с пятиспенчатой механикой сколько цена не сказали миллион триста вот тут ценится друзья мы сейчас его найдем нету нету бралица скажите пожалуйста версия на автомате гранта и пас предзаказе возможно то конечно то есть еще машины есть вам еще не буду заказе где-то ориентировочно декабре декабре привет парочка парочка машин да да вот мы знаем что веста появилась с 16106 на вариаторе вот этот силовой агрегат в будущем увидим на гранте по какой точной информации официальный да возможно ожидается довольно таки круто будет и по цене на будет на дешевле встречу автомат я думаю это везде сразу а сколько минимальная цена гранты на механике стандарт я помогу за 700 тысяч купить сегодня машина конечно серьезную наличие нет по заказу конечно можете давайте сделаем заказ и через сколько я ее заберу от их месяцев и в месяц или 600 тысяч рублей перед камни лады гранта без электроусилителя руля вот одна под безопасности до водителя там не будет электропривода зеркал обогрева ну простыми словами вот максимальный классический все большое спасибо видите друзья мы еще можем купить гранту за 700 тысяч рублей но то настоящий раскатной разъездной автомобиль надеюсь менеджер меня не обманул надо бы сделать пицца как попробовать все-таки реальное сделать или нет вот это все просто на словах на это меня все друзья на